Такие царские котельоны, это ордена своего рода. Вот очень интересная муха, но я сейчас ее не достану. У нее даже лапки внутри сделаны, то есть очень тонкая работа. Игрушки необыкновенной красоты. В экспозиции представили историю главного зимнего праздника. Ее посетители совершат путешествия, начиная с дореволюционного Рождества и заканчивая Новым годом в позднесоветский период. В коллекции Ирины Кечиной множество редких и уникальных предметов. Сначала мы хотели для своих детей приобрести те игрушки, которые были у нас в детстве. Стали давать объявления в газете. Это было 20 лет назад. И когда игрушек стало слишком много, мы все искали те, которые были у нас в детстве, а попутно покупали еще другие. И мы решили сделать выставку. Первые елочные игрушки, которые разрешила советская власть, вырезали из книг. Потом стали появляться серии игрушек, отражающие историю страны. Вообще елка – это символ Рождества. Поэтому игрушки на елке все соответствовали этому празднику. Макушка была в виде вифлеемской звезды. Игрушки делались из картона, которые символизировали дары волхвов. Помимо елочных украшений, на выставке представлены игрушки 30-40-х годов XX века. Ироничные заготовки стеклянных фруктов и овощей эпохи Хрущева, новогодние коробки, праздничные сувениры и даже скворечник со стихами Владимира Маяковского. Подарки были в таких сюрпризницах. То есть вот открывается она, и там может быть колечко или какой-то еще подарок. Сделано все было необыкновенно красиво, и позволить это могли себе только богатые люди. Выставка напомнит старшему поколению о детстве, а молодежь получит представление о том, какими были игрушки, созданные в дореволюционные и советские периоды. Эда Зеврякова, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.